Ребят, я читал ваши комментарии по поводу плохого звука, поэтому на этот раз я постарался соорудить вот такой вот сетап. Если вам понравится звук, напишите в комментариях, если нет, то будем исправлять, по крайней мере, пока что так. У нас много эха в студии, с которым мы активно боремся, но пока что звук нравится, увы, не всем. Привет, народ! Давно не виделись, я к вам с хорошими новостями. Сейчас середина лета, рубль периодически укрепляется, даже доллар на днях стоил ровно 1 евро. Чудеса какие-то. Но нам-то интересно другое. Купить ли сейчас айфон? Если да, то какой? Или лучше ждать сентябрьской презентации? А может, в связи с нарастающей бесполезностью сервисов Apple в России и вовсе взять какой-нибудь Pixel, Poco или OnePlus и вообще не париться? В общем, вопросов много, поэтому мы по порядку в течение нескольких недель пройдемся по всем актуальным и не очень моделям. Я постараюсь ответить на вопросы и помочь вам с выбором, чтобы как минимум не прогадать. Начнем рубрику с iPhone 11, потому что с этим смартфоном я отходил ровно 1 год и, поверьте, мне есть что вам рассказать. А ролики про iPhone SE 2022, iPhone 12 mini, 13, 8, 8 Plus и остальные модели уже в производстве и скоро будут выходить по порядку на нашем канале. Поэтому вы можете уже сейчас подписаться на канал, чтобы не пропустить интересующую вас модель и даже написать в комментариях волнующие вас вопросы по теме, на которые я отвечу в ролике. Начнем! Это iPhone 11, базовый на 64 гигабайта в мятном цвете. Я перешел на него с iPhone SE 2020, сразу же рассказал про первые впечатления и даже дополнил опытом использования спустя месяц. В этих роликах много актуальной и полезной информации, поэтому рекомендую посмотреть их по ссылкам в описании. Сейчас iPhone 11 полностью сдвинул с пьедестала лучшего iPhone по соотношению цена-характеристики iPhone XR. Его я недавно тоже тестил и успешно списал со счетов, только если вы намерены покупать его в качестве нового смартфона и использовать его в качестве основного. Так-то он бодрячком и еще год, а то и два сможет вас порадовать. Это точно. Сейчас же iPhone 11 стоит столько же, сколько и стоил XR в прошлом году. Причем в случае с iPhone 11 пока что доступны все цвета. Это хорошо, а вот варианты с большим количеством памяти все меньше и меньше, поэтому поторопитесь. Но сначала досмотрите этот ролик до конца. Новым и дешевле можно купить разве что SE 2 или SE 3, но это большие рамки, кнопка Touch ID и одна единственная камера. А самым дешевым, но с ультрашириком, с Face ID и большим, условно говоря, безрамочным является iPhone 11. 11 это последний в своем роде смартфон от Apple с закругленными краями. 12 вернула старый тренд квадратных устройств, буквально возвращая нас в 2012 год, когда пятерка была в таком же дизайне. И буквально все производители быстро подхватили эту идею, но не всем пользователям это до сих пор нравится. Так уж устроен наш мир. Лично я безумно люблю форму гальки, когда ничего не впивается в руку, но при этом это, конечно же, вкусовщина, и у этого есть один недостаток как минимум. Стекло. Оно закругленное, и клеить защитки не так-то просто. По крайней мере, нужно иметь опыт, либо обращаться в магазин и за деньги просить, чтобы вам наклеили. Но если вы готовы пользоваться устройством без кейса и стекол, то, поверьте мне, вы кайфанете. Тактильно iPhone 11 безумно приятный. Кстати говоря про кейсы. Я недавно заказал себе обновленный no-name кейс, я его так называю. Вы по-любому такое встречали у многих людей в метро, в автобусах и так далее. Это кейс, который прикрывает буквально все, и смартфон лежит как влитой в руке. Стоит копейки и при этом очень качественно, да и выглядит прикольно. Ссылку на кейс оставлю в нашем телеграм-канале, часто спрашиваете, поэтому наперед сообщаю вам эту информацию. Где купить, уже знаете. До этого я долгое время гонял без кейса, собрав не самое большое количество царапин. И месяца три назад я загорелся купить Apple Battery Case. Из причин было две, аккумулятор и автономность, о которых я расскажу чуть позже. И понимание того, что я не попользовался таким решением от самой Apple. А 11 серия iPhone это последние смартфоны, для которых выпускали такие кейсы. Но проблема в том, что новым этот кейс днем с огнем не сыщешь. А остатки у продавцов на Авито только для Pro и его Max версии. Это печально. Причем еще интересный факт. Такие кейсы для XR выпускались просто с обычными кнопками. А для 11 эксклюзивно, можно сказать, добавили дополнительную кнопку на самом кейсе, который позволял вам превратить ваш телефон в фотоаппарат. Кнопка затвора. Это безумно удобно, если вы увлекаетесь мобильной фотографией, да и не только. Так что, если будете искать и вдруг наткнетесь, берите, не задумывайтесь. Вещи реально топовые. Еще я не помню, говорил или нет, но на 11 можно заказать наипрекраснейшие скины от компании D-Brand и украсить смартфон без использования кейсов и защитных стекол. Если поддержите эту идею лайком и комментариями, я закажу на разные устройства, обклеим и, возможно, пару дизайнов разыграем. Ладно, за год использования у смартфона ничего не отвалилось, не сломалось, все работает, как и работало, за исключением динамиков и микрофона. Но тут без паники. Они сильно забиваются пылью. Это, наверное, проблема всех iPhone, но, тем не менее, забиваются пылью, если вы забиваете и не чистите их периодически. Сейчас у меня не так хорошо работает стерео и иногда подводит микрофон, телепортируя меня в бочку, из которой никто не может разобрать мою речь. В справедливости ради, думаю, 10 минут вашего времени и все можно почистить. Это не так критично, но знать об этом, думаю, стоит. Еще удивительно, но камеры никак не поцарапались. За это прям отдельный респект от меня. Стекла действительно прочные и это радует, что даже спустя год смартфон фотографирует так же, как и делал это из коробки. Причем я его постоянно кладу именно камерами на стол и все равно ничего не поцарапалось и это прям радует. Да и в целом, спасибо за стабильность. Никаких битых пикселей за все это время, скрипов или что-то может произойти со смартфоном спустя год. Ничего нет, никаких проблем. Другое дело износ. Я, конечно, помню, что iPhone имеет хорошую автономность в течение года после покупки, а потом начинает сдаваться. Я, на самом деле, не жалуюсь, но вы, наверное, должны знать, что при зарядке абы как разными кабелями по 5% или зарядке в течение всей ночи, все это сказывается на аккумуляторе и по итогу за год у меня осталось 87%, что вроде как неплохо, но с моим сценарием использования смартфона хватает с 9 утра и до обеда. Ну, максимум до 3 часов дня. Стоит учитывать, что я буквально не выпускаю его из рук и у меня всегда включены Bluetooth, Wi-Fi и GPS, также AirDrop для работы. Так что из коробки он способен жить целый день, это правда, а если заряжать его правильно, то таким он останется надолго. Как я уже сказал, охота на кейс-аккумулятор продолжается, с ним смартфон будет жить дольше, но пока я его не нашел, я купил себе Powerbank от Xiaomi на 10 000 мАч, я активно им пользуюсь. Лучший сценарий использования это положить смартфон на банку и заряжать с помощью беспровода. Это удобно, когда впереди долгая поездка и тебе смартфон не нужен, потому что иначе это очень медленно, но зато без проводов. Так-то заряжать кабелем у вас возможность, естественно, имеется, и это намного быстрее, но по беспроводу удобнее, конечно. На банку ссылку, кстати, тоже оставлю в нашем Telegram канале, чтобы вы не спрашивали. И эту банку я тоже могу смело рекомендовать, она ни разу не подводила и способна заряжать одновременно и по беспроводной зарядке, и по проводной зарядке. Ах да, чуть не забыл, в 11-м айфоне стоит IPS-дисплей. Хороший, надежный и без вырвиглазных цветов. Про это я очень много раз говорил в предыдущих роликах, повторяться не буду. К слову, это пока последний смартфон у компаний с таким экраном, у IPS есть минус по сравнению с OLED, общеизвестный минус, это не самая высокая яркость. А у самого айфона имеется особенность понижать и так не самую высокую яркость экрана, когда ему слишком горячо. Так вот, эта понижайка включается все чаще, когда у вас слабее аккумулятор, а летом при солнце и подавно. Бывает, даже навигатором не получается пользоваться, потому что тупо ничего не видно. У тебя стоит телефон на одержателе, и ты не видишь, приходится просто слушать. Это очень и очень большой минус для многих пользователей. Кто-то даже будет пользоваться им в качестве навигатора в работе в такси, и, блин, об этом стоит знать при покупке. Не так критично, но знать об этом стоит. Производительность. Я более чем уверен, что из-за очередных обновлений смартфон стал менее производительным. Либо это связано с забитой встроенной памятью, и еще как вариант, сами приложения, которые я тестировал еще год назад, проапгрейдились и стали требовать больше железа. Например, тот же монтаж коротких роликов Reels для Инстаграма или экспорт файлов происходит медленнее. Страницы в Safari открываются чуть медленнее, буквально на долю секунды. Приложения запускаются тоже чуть помедленнее. Это по моим личным ощущениям. У меня, к сожалению, нет под рукой iPhone 11 прямиком из коробки и с iOS 14 на борту, чтобы сравнить все это дело. Но реально тебе кажется, что год назад этот телефон работал чуть побыстрее. Но на самом деле не пугайтесь, это все еще быстрый и мощный смартфон. Справедливости ради стоит отметить, что критических лагов или зависаний не было толком за этот год. Но, как по мне, 15-я версия iOS это последнее обновление, которое стоит на него ставить. Могу ошибаться и ощущения замедления пришли после постоянного использования более мощных iPhone 12-13 серии. Но точно ответ вам напишут владельцы 11 iPhone в комментариях. Как у вас дела спустя год-два использования? Напишите, потому что для многих это будет полезно. Камеры. Тут без изменений. Нам впервые дали ночной режим в этом смартфоне, впервые дали ультраширик. Все это позволяет клепать фотки и видосы только так. За последний год я снял очень много контента на этот смартфон. И порой люди удивляются, что та или иная фотография снята на iPhone. Ультраширик хоть и не имеет автофокус, его нет и в 13-й серии. Но это новый ракурс, это больше информации и это классный результат, как правило, всегда. Поэтому днем вы чаще всего будете юзать именно этот модуль, потому что он прекрасен. Про видео я вообще молчу. Оно шикарное даже на 10, 10R, 10S, на 11 и подавно. 4К, 60 кадров в секунду мы умеем снимать давно. Запустить инсту и клепать туда красивые рилсы вам позволено только так. Ну и фронталка. В основном использую я ее для разговоров FaceTime, но бахнуть селфи для семейного архива ничего не мешает. Качество более чем. Отмечу, что придуманное богами Face ID вызывает зависимость. Это одна из лучших и стабильно работающих функций в смартфонах от компании Apple и в том числе в 11-м айфоне. Правда, в новой версии iOS 16 датчик заставили срабатывать и в горизонтальном положении смартфона, но работает только на айфонах, начиная с 12-шки. Поэтому в том числе, как по мне, это очередной намек на то, что новая система не для 11-й серии айфон. Задумайтесь об этом. В 11-м нет модуля 5G на будущее, но зато текущая связь работает очень и очень хорошо. Ловит везде и практически всегда без сбоев. Радует идеальная работа GPS и по связи барахлит разве что режим модема. Часто прерывается раздачей инета и на той же 12-шке или 10R такого я не замечал. Возможно, проблема именно в моем экземпляре, но тем не менее, я же рассказываю про свой опыт использования. По итогу, сейчас можно потратить примерно 40 тысяч деревянных и купить минималку. Во-первых, 64 гигабайта крайне мало. Я сейчас начинаю потихоньку страдать и каждый вечер чистить память. И дело не в количестве фотографий или игр, которые вы планируете установить. Дело в обновлениях приложений, которые с каждым разом весят все больше и больше. Так что 128 гигабайт это прям ваш минимум, если, конечно, позволяет кошелек. Из альтернативы я могу посоветовать 12-ю модель, если вам не нравится дизайн в 11-м и вы хотите квадратную форму. Если у вас 10R, iPhone XS, XS Max, переходить стоит уже, наверное, на 12-ю или 13-ю серию. Если у вас что-то старше XS, то обновиться можно. Из конкурентов других брендов это Pixel, начиная с четверки. Отличные смартфоны и, я бы сказал, лучшие в мире Android. Это прям iPhone в мире Android. Кстати, про Pixel 5a 5G я рассказывал на нашем канале. Ссылку тоже оставлю в описании. Гляньте, ради интереса на досуге. В целом, актуален ли iPhone 11 в 2022 году? Да, но, скорее всего, до весны следующего года, потому что на его место придет 12-й iPhone. На оставшиеся вопросы, которые у вас возникли, я отвечу в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал здесь и в Телеграме. Увидимся совсем скоро уже в следующем ролике. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!